приветствую друзья сегодня у нас короткое видео по поводу вот этой штуковины реально прикольная вещь видел ее на обзорах когда-то давненько еще других блогеров вот видел ссылки скидывали не смотрел на алиэкспрессе и что-то жалко было мне денег чтобы ее заказать но блин потом все-таки желание воспользоваться этой штуковиной посмотрите потенциал все-таки преобладала над деньгами поэтому заказал я эту фигню вот из названия видео вы уже поняли чему будет речь по картинке думаю поняли вот такая вот штуковина мне пришла сначала показалось мне какой-то слишком огромный думал должна быть поменьше вот потом я взял короче говоря посылка пришла на почту потом я поехал на офис вот к другу там подключил к зарядке телефона хреново работала я расстроился короче говоря маленькая такая дуга создавалась вот примерно на таком расстоянии я расстроился потом я приехал домой подключил к паильной станции к этому блоку питания там он выдает до 2 ампер тока напряжение естественно до 6 вольт использовал как и указано в описании короче говоря результат был значительно лучше я удивился думаю класс офигенная вещь потом думаю подключу к 18650 аккумулятор один просто один аккумулятор за аккумулятор так по бокам вот подключил и дуга была настолько мощная офигел просто ему класс сейчас я все это дело вот таким макаром собрал подключу сейчас два параллельно соединенных аккумулятора чтобы они только могли максимальный выдавать которые необходим для работы этой штуковины вот здесь взял кнопку какая кнопка была под рукой такую прицепил 20 вольт ну в принципе какая разница главное что она кнопка да и все сейчас подпаяю проводки покажу как она делала это все работает итак подпаял я питание вот так это выглядит сейчас пробовал щелкал уже пугает если честно сладки очень-очень мощные очень-очень жесткие реально пугающая штуковина получилось не дай бог в руку зарядит мне кажется пережить это будет невозможно допустим вот такое расстояние сейчас померяю сколько это итак расстояние здесь сейчас почти 3 сантиметра вот около 3 сантиметров как видите включаю не реагирует слышен такой высоковольтный звук прожигающий видно ионизацию на этих контактах слегка но будет хлопать стрёмная вещь на самом деле не знаю как камера все это дело пишет скорее всего кадры прощелкиваются но сейчас посмотрю без освещения как видите когда подношу ближе образуется ионизация на контакте на одном и на другом в принципе тоже а короче говоря фишка в том что если подать сюда напряжение повыше вплоть до 6 вольт тогда работает она мощнее то есть дуга будет больше по длине вот но по силе будет меньше то есть хлопать будет меньше по громкости и частота я так понимаю будет меньше но подать разогрелась фиговина кстати да вот эта вся штука горячая стала буквально пару минут работы такой бесперерывный в общем подать 6 вольт сюда где-то 4 ампера 6 вольт у меня просто-напросто не откуда отсюда я подал примерно 3-4 ампера вот но при этом 4 вольта вот такие вот дела сейчас посмотрим некоторые особенности возьму-ка я обыкновенный вот такой диск сейчас я его разделю на пополам вот тут вдоль вот лезвием аккуратненько и посмотрим что с ним будет происходить эта сторона нам не нужна нам нужна вот эта сторона с вот этим вот интересным напылением сейчас мы будем форматировать жесткий диск очень-очень таким жестким методом будем его форматировать сейчас я этот контакт зафиксирую здесь к примеру вот а вторым контактом делать чудеса буду приклеил контакт одним малярным скотчем кусочком через чур жестко ребят походу мощность слишком большая вы видели это просто жахнуло так что растворило и здесь и там все растворило нафиг да вот прожгло все ну попробуем еще разок сейчас я уберу контакт подальше кстати когда просто включил во сейчас постараюсь показать вам интересный эффект короче говоря ребят даже два эффекта даже три могу показать интересных эффект точнее не показать объяснить короче говоря при включении этой штуки пробивает аж на кнопку то есть высоковольтный ток идет аж на кнопку мне кажется даже на аккумулятора что-то уходит поэтому я не знаю запитывать наверное через диодный мост надо по-любому чтобы отсюда туда токи вообще никак не могли идти второй эффект если я беру скальпель он полностью металлический то есть полностью проводит ток и дотрагиваюсь до вот этой поверхности тогда там образуются искры то есть я по сути дотрагиваюсь до контакта напрямую но пинцетом точнее скальпелем я могу прям рисовать вот здесь приколы всякие но не то что прям сильно рисовать он прожигает второй эффект если я скальпелем дотрагиваюсь до этого контакта вот эта штука служит в качестве антенны вот это в качестве передатчика я наверное так это понимаю потому что начинает коротить все в радиусе вообще там метра наверное у меня стоит здесь беспроводная клавиатура она начинает моргать колонки начинают пищать которые там чуть дальше стоят внизу это короче жесть какая-то ребят на самом деле удивительно как телефон не начинает глючить сейчас посмотрим что будет вот я включил слышен такой писк не знаю вам слышно или нет только приближаю сюда кстати ветер ощущается знаете такой ионизация такая легкая да реально ветер ощущается кстати прям воздух оттуда гонится сильно кстати не стоит с этим баловаться потому что напряжение очень высокая ток может быть тоже очень высокий потому что на входе там 4 ампера идет видите прикол по сути это сейчас у меня входит напряжение но частота очень высокая поэтому она мне ничего особо не должно делать опасно если с левой рукой схватиться сюда правой туда в общем побаловался побаловался с этим диском вот прожигал надоело разобрал все это дело вот такая вот штуковина короче говоря хотел вам ее показать вот ссылочка есть естественно в описании можете ознакомиться если вдруг у вас горят руки сделать какую-то самоделку единственное что предупреждаю что это опасно для жизни реально вот это высокое напряжение и ток там очень немаленький то есть теоретически убить может да и на практике думаю то же самое греется она очень сильно старайтесь чтобы не перегревалась в комментах где-то читал что такие штуки могут перегреться и не будут работать то есть в принципе в идеале эта штука предназначается в электрошокер то бишь электрошокер как работать не постоянно же правильно а временами то есть там включают нам 5 секунд и выключается правильно то есть в идеале такой режим чтобы он не сгорал в общем такая вот штуковина ребят если видео вам понравилось ставим лайки всем спасибо за просмотр до новых встреч